всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале артстайл производитель позиционирует этот телефон как самый именно недорогой смартфон на рынке и действительно ценник его относительно небольшой учитывая что здесь есть модули на си я подробно расскажу про этот телефон я погонял его я даже проверил gps и глонасс потому что производитель заявляет их поддержку и могу сказать что не разочаровал то есть если вам это важно gps глонасс навигация то она работает и достаточно шустро за две минуты я провел тест при том из окна квартиры даже просто подошел к окошку у меня получилось нулевой старт холодный включение gps и глонасс у меня 23 спутника 16 в работе точность 3 метра это очень хорошо в остальном телефон напоминает честно говоря мне телефоны которые выпускались уже много лет назад лет шесть-семь назад во первых у него съемная крышка и съемный аккумулятор то есть мы поддеваем ногтем крышку снимаем крышка кстати из приятного достаточно материала ну как относительно он не скользкий он глад чем-то напоминает даже бархат 3 слота то есть можно поставить одновременно две сим-карты и карты памяти если вы на нем планируете что-то например смотреть либо музыку слушать то можете поставить дополнительную карточку и воткнуть две симки аккумулятор съемный аккумулятор 2000 миллиампер час да это немного пусть здесь и небольшой экран 5 дюймов без малого 5 дюймов с относительно низким разрешением но батарейка опять же как будете пользоваться вообще этот телефон на мой лично взгляд хорошо подойдет либо как второй телефон который не жалко просто бросил в карман и знаешь что у тебя в нем кошелек потому что здесь модуль nfc полноценный можно расплачиваться на кассах оплачивать покупки и так далее это конечно классно как основной телефон либо вы должны быть совершенно нетребовательные вам достаточно просто быть на связи максимум это использовать какой-нибудь мессенджер ну и иногда очень если нужно сфотографировать потому что камера здесь 5 и 2 мегапикселя они совершенно простейшие основная фишка это дать либо ребенку школьнику опять же чтобы не жалко если разобьет потеряет чтобы с собой деньги не носила расплачивался либо как вторая такая рабочая лошадка с именно с модулем nfc потому что это основное его преимущество сам экран он совсем простейший технологии tn его основной минус это то что он блеклый то есть вот если смотреть прямо то нормально но чуть отклонения цвета уже становится темнее а снизу наоборот белеют это основной минус этого телефона потому что основным можно смириться или нет решайте конечно сами в данном телефоне процессор естественно от медиа тег это медиа тег мт6739 так то частота всего 1 и 3 гигагерца ребята 1 гигабайт оператива телефон конечно же не быстрый телефон не скажем так не летает нажимаем на настройки ждем секунду-две откроется нажимаем на галерею ждем мы не требуем от этого процессора чего-то необычного по крайней мере сети важно что 3g 4g поддерживает это очень может быть важно к примеру я папе когда покупал телефон он вот категорически не хотел сенсорный телефон у меня была большая большая проблема найти телефон недорогой потому что он только звонки принимает и звонит мой папа больше ничего с телефоном не делает именно с 3g потому что у него ростелеком а ростелеком 2g не работает и поэтому то что этот небольшой относительно недорогой телефон поддерживает и 3g 4g это хорошо если вы будете ставить сюда соответствующую карточку оператора который 2g сети может не поддерживать некий вам могу сказать лайфхак так называемый если таким телефоном пользуетесь и вы можете совершенно смело отключить 4g да и 3g в принципе тоже если это просто как я говорил лошадка рабочая которая для оплаты используется батарейка будет жить дольше знаете в это практически все я на всякий случай как всегда оставлю примеры фотографии даже видеозаписи с этого телефона чудес никаких конечно нет ожидаемо все и очень скромно подводим тогда итоги по внешнему виду кстати у меня к нему претензий нет я ожидал что будет он как люфтить прогибаться но нормально если уж совсем совсем сильно нажимать на заднюю крышку целом он монолитно в руке несмотря на то что он полностью разборные крышка аккумулятор и кстати здесь есть фишка которая многим понравится это индикатор пропущенных вызовах в этом телефоне он присутствует подводим итоги учитывая цену учитывая что здесь есть модуль nfc здесь на мой взгляд основной минус это то что экран нужно держать его четко перед перед собой потому что шаг влево шаг вправо как говорится в данном случае вверх или вниз телефон наклоняете цвета искажается в остальном простите или не простите его относительную задумчивость это ожидаемо в этой ценовой категории опять же дисплей с невысоким разрешением простейшие совершенно камеры основная и фронтальная при том видео даже знаете ради интереса я еще и поснимал full hd пишет все-таки процессор новый пусть и не быстрый при желании можете записывать ролики на этом наверное у меня все я как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид и напоследок не рассказал только о динамике динамик нормальный звонок слышно он не тихий но преобладает высокие частоты если вы будете к примеру смотреть на нем фильм в дороге вот а в остальном тоже к нему особых претензий нет счастливо друзья